В чате GPT огромнейшее обновление, которое называется Advanced Voice. Это когда вы сможете общаться теперь с чатом без задержек в онлайн-режиме. Он может общаться с разными интонациями, голосами и разными чертами характера. Но вот эта функция не останавливается на простых развлечениях по типу «Поговори со мной злостным голосом, расскажи мне шутку, посмейся, расскажи мне что-нибудь страшное, как это может показаться для других». Эта функция может делать все вот это, потому что у нее открылись новые возможности, то есть технология вышла на новый уровень. А именно появилось продвинутое распознавание и обработка нашей речи, адаптация к вашему голосу, обучаясь на ваших предпочтениях, на ваших манерах разговора. Эта функция также будет интегрирована с разными сервисами, приложениями, например, как «Умный дом», как детекция голоса человека, интерпретация. Что же человек имеет в виду, что он сейчас чувствует. То есть, если ранее чат не понимал ваших эмоций, общение было построено лишь на текстовых промптах, и он до конца мог не понять, что вы имеете в виду, то сейчас он может понимать вас и считывать ваши эмоции. Плюс он запоминает все, что вы ему говорите, и это в дальнейшем использует в разговоре с вами. Как бы вы, грубо говоря, заводили бы друга. Он понемножку бы вас узнавал и все больше и больше понимал вас, и в дальнейшем все больше и больше вам помогал. Мы видим, как развивается технология. В начале общение, потом запоминание, потом считывание, понимание вас. И в дальнейшем это все, я думаю, будет прикручено к какой-то физической вещи, которая будет постоянно с вами уже вас полностью знать. И вот благодаря вот этим новым функциям и раскрываются огромнейшие возможности использования чата для уже новых задач, которые ранее мы с вами не могли позволить. Это большой прорыв на самом деле. Эта функция заменяет некоторые профессии, и сейчас вы в этом убедитесь. Но, как и было ранее, с тем же пронктингом, чтобы извлечь выгоду от этой новой функции, нужно понимать, какие новые задачи с помощью нее действительно можно решить. Практически, а не просто так пообщаться, поразвлекаться. Потому что ведь в начале, пока на данный момент, у него довольно большие лимиты на общение с ним. Нам дается всего 20 минут в месяц. Поэтому в этом видео я покажу наглядно, для каких задач мы можем его теперь использовать. И протестируем его, кстати, на задачах, которые вы мне писали на почту, чтобы проверить, справляется он с вами или нет. А для начала быстренько расскажу, как проверить, доступна ли эта функция у вас или нет. Когда вы заходите в телефон, в свой чат GPT, она доступна пока на телефоне, и нажимаете на наушнички, у вас должен высветиться вот такой вот экран, в котором говорится, что добро пожаловать в Advanced Voice. То есть, поздравляем, вы теперь можете тестировать продвинутую версию голоса. И далее вы можете выбирать разных персонажей. Здесь это не только голоса, это также персонаж. Какой-то более серьезный, какой-то более оптимистичный, какой-то более игривый. Тут вы уже выбираете по вашим предпочтениям. Если же у вас этого до сих пор нет, периодически проверяйте, заходите в ваше устройство и периодически нажимайте на эту кнопочку. Или, как еще вариант, можно переустановить ваше предложение, у кого-то оно появится. Если оно у вас не появится, то немножечко просто подождите, оно должно появиться в скором времени. Пока еще не во всех странах оно доступно. Мы тестировали в Таиланде, я сейчас нахожусь в Америке, мы тестировали людей, которые находятся в Грузии, это уже работает у них. Как я уже говорила, здесь есть много разных голосов и характеры. Я выбираю голос Arbor, мне он больше всего нравится. Но в этом видео я вам покажу разницу в разных голосах и разницу в их ответах. Специально каждое из применений я буду тестировать на разном голосе, чтобы вы для себя сделали выводы. Окей, начинаем, начинаем тест. Я буду это все делать в онлайн-режиме и показывать вам, какие теперь возможности перед вами открываются, которые уже очевидны, а может и даже не очевидны для вас, вы их не тестировали. Первое и самое, пожалуй, очевидное новое использование этой функции, это изучение языка. Ведь она теперь может не просто вам говорить разные слова, а она может еще и проверять теперь вас на произношение, на грамматику и вас исправлять. И общаться до тех пор, пока вы не скажете это правильно. Тестируем. Я хочу, чтобы ты со мной попрактиковал мое произношение и грамматику английского языка. Я хочу, чтобы ты не был со мной вежлив, не был со мной добр. Если я говорю что-то неправильно, ты должен со мной говорить до тех пор и поправлять меня до тех пор, пока я не скажу это предложение правильно и грамматически, и словесно. То есть я должна произносить это слово правильно. По какому принципу мы будем с тобой общаться? Ты будешь мне говорить что-то на русском, я должна буду это сказать на английском. Если я это скажу неправильно, опять же, ты меня будешь исправлять до тех пор, пока мы не скажем это правильно. Скажу что-то неправильное. Ты на правильном пути, но правильнее будет сказать I want to improve my English. Повтори, пожалуйста. I want to improve English. Хорошо, но добавь my перед English. Скажи I want to improve my English. I want to improve English. Еще раз. Добавь my перед English. Скажи I want to improve my English. I want to improve my English. Отлично. I want to improve my English. Теперь идеально. Готовы к следующему предложению? Пока что нет, но пока. Хорошо, Хана. Супер. С английским, как мы видели, вообще с языком он классно справляется. Я умышленно делала ошибки, чтобы он меня исправлял. Таким образом, вот так вот теперь можно просто идти, общаться с ним и практиковать язык. Скажите, может ли это потенциально убить профессию учителя в будущем? По крайней мере, я имею в виду репетитора. Вполне возможно. Особенно это только начало этой технологии. Второе практическое применение – это симуляция ситуаций. То есть, например, вы готовитесь к интервью, вы готовитесь к какой-то важной встрече, и вы не знаете, что потенциально вам могут задать, и вы не знаете, как лучше на это ответить. Соответственно, можно попросить его, собеседника теперь, просимулировать ситуацию, позадавать тебе вопросы. Ты на них будешь отвечать, а он будет проверять твои ответы и давать тебе рекомендации, как на это лучше ответить, чтобы показать себя с лучшей стороны. Такая ситуация. Я иду на интервью в компанию OpenAI. Я очень хочу, чтобы они меня взяли на работу. Я очень нервничаю, я не знаю, какие вопросы они мне могут потенциально задать, и как на них лучше отвечать, чтобы показать свою экспертность, и в итоге они нас взяли на работу. Ну, точнее, меня. Ты мой друг, ты мой партнер, ты должен мне помочь смоделировать ситуацию, смоделировать, какие вопросы они потенциально мне могут задать, и как на них лучше ответить. То есть, ты мне задаешь какой-то вопрос, я на него отвечаю. Если же я отвечаю на него плохо, и ты бы его подкорректировал, то ты мне даешь рекомендации, как это улучшить. Как улучшить свой ответ, чтобы он звучал, скажем, убедительный. Вот такая вот задача. И что я хочу им предложить, чтобы ты знал контекст? Я хочу им предложить себя в роли медиа-спонсора, то есть я буду рассказывать про его функции у себя в социальных сетях, у них в социальных сетях я буду создавать для них контент интересный. Вот, окей, я тебе рассказала, теперь поздавай мне разные вопросы, чтобы мы потренировались. Отлично, давай потренируемся. Вопрос первый. Как вы собираетесь увеличивать вовлеченность аудитории в социальных сетях OpenAI? У меня есть экспертиза в создании контента, и я собираюсь его... Я собираюсь... Отлично. Что ты хочешь подчеркнуть в свою экспертизу? Попробуй немного конкретизировать. Например, у меня есть обширный опыт в создании вовлекающего контента. Планирую разработать оригинальные рубрики и интерактивные форматы, которые бы стимулировали обсуждение и дележ информацией среди пользователей. Хорошо, я поняла. Давай я попробую повторить это. Если я неправильно скажу, то ты меня подкорректируй. У меня есть опыт в социальных сетях, и я планирую расширить вовлеченность в создании какого-то уникального контента. То есть показывать функции, функционал и применимость чата в разных ситуациях, которые люди не ожидают. То есть создавать как бы разные пиар-компании, то же самое и хорошие, и плохие, и негативные, чтобы просто было обсуждение. Ты на правильном пути. Вот небольшой штрих к улучшению. У меня есть значительный опыт в социальных сетях, и я планирую увеличивать вовлеченность через создание уникального контента. Буду демонстрировать функционал и применение чата в неожиданных ситуациях, создавая разнообразные пиар-компании. Это будет стимулировать обсуждение и взаимодействие, как в позитивном, так и в конструктивно-критическом ключе. У меня такой вопрос. Если мне они зададут такой вопрос, как почему именно OpenAI, скажи, пожалуйста, как на него лучше ответить? Это важный вопрос. Сосредоточься на том, что привлекает тебя в OpenAI. Например, OpenAI — это лидер в области искусственного интеллекта на переднем крае инноваций. Меня вдохновляет миссия компании — создавать безопасный и полезный ИИ. Окей, спасибо. Всегда рад помочь. Я думаю, что это проходит, и действительно вот так вот можно готовиться к интервью, спрашивать у него потенциальные вопросы, как на них лучше ответить, как лучше реагировать на определенные ситуации. Сюда же можно отнести и подготовка к питчингу, то есть представление вашего проекта. Вы можете зачитать ему свою презентацию, свои идеи, свои проекты, которые вы собираетесь говорить инвесторам, и попросить его отдать обратную связь. То есть насколько это убедительно, что вам стоит убрать, что вам стоит перефразировать, что добавить. Для тех, ребята, кто до сих пор не может использовать чат из-за VPN, это больше не отговорки, вы просто обязаны попробовать эту новую функцию. Она для вас просто откроет новый мир использования чата. Вам не нужен VPN. Я нашла офигенский прокси-сервер. Называется Proxy Line. Он стоит 1 доллар за 10 дней использования, за год 20 долларов. Очень крутая скорость. Я сама его сейчас использую в США. Мне очень нравится. Большой выбор стран, поэтому вы там точно идете в страны, которые вам надо. Крутая поддержка. Если что-то не подходит, они вам сразу же меняют. Поэтому ссылочка будет в описании. Для нашего сообщества еще и скидка 10%. Все, переходим к видео. Следующее практическое применение это аудиогид. Часто у нас такое бывает, что мы не хотим брать вот эти гиды, когда мы путешествуем где-либо. Но интересно было бы походить по тому же Риму и узнать, что каждое здание означает. Соответственно, включаем наушники и пробуем эту функцию в качестве аудиогида. Я сейчас нахожусь в Риме, в Колизее. И пока я буду по нему гулять, я хочу, чтобы ты мне рассказал про него. А я могу задавать тебе разные вопросы по ходу дела. Итак, Колизей или Флавиев амфитеатр это знаковый символ императорского Рима. Его строительство началось около 70-го года нашей эры при императоре Веспасиане. Задавай вопросы, я с удовольствием расскажу больше. Слушай, у меня вопрос. А как отбирали игроков на эти игры? Вот я сейчас вижу такое огромнейшее поле. Там были один против одного, либо как вы проходили игры? Хороший вопрос. Игроками в гладиаторских боях были рабы, военнопленные, преступники и иногда добровольцы. Их обучали в специальных школах, называемых лудусами. Бои могли быть как один на один, так и групповые. Спасибо. Я думаю, справляется 10 из 10. И вот так вот, где бы вы находились в какой-либо церкви, он знает о церквях, он знает о городах. Если это известное какое-то место, а вы, скорее всего, будете спрашивать про известное место, он вам расскажет про это. Классно, круто, 10 из 10. Единственное, что я бы сюда добавила, так это возможность делать фотографии. То есть, например, я выхожу с чата, делаю фотографии чего-то и спрашиваю, слушай, а что вот это означает? И он мне голос опять начинает со мной говорить. То есть, пока этой функции нету, когда добавят еще и вот это, я думаю, что это будет просто взрыв башки. Сюда же можно отнести, соответственно, рассказы на ночь или, например, на досуге. Поменяю голос, чтобы показать. Но, кстати, вы заметили разницу? Арбор мой, он говорил более приятным голосом, он более был таким серьезным. Когда Соло уже был таким более непринужденным, что ли, то есть, действительно расслабленным. И тут уже вы выбираете, под какую задачу вам нужна более расслабленность, когда более серьезность. Сейчас поменяем на Бриза, потому что он у нас animated, то есть, такой анимированный. И я думаю, что он очень подойдет для каких-нибудь рассказов на ночь. Хотя мы протестируем, сможет ли он говорить в стиле старческого баритона, так скажем. Например. Можешь рассказать мне сказку на ночь? Хочу, чтобы ты мне ее рассказал в спокойном, низком, старческом тоне. Конечно, давай начнем. В темном лесу жил мудрый старый дуб. Долгие годы он стоял на своем месте, наблюдая за сменой... Давай еще спокойнее и медленнее, вот так вот с загадочностью. Хорошо, давай попробуем. В древнем лесу, среди высоких деревьев, стоял старый дуб. Он рос там многие столетия, наблюдая за жизнью леса. Его ветви простирались далеко, словно приглашая зверей и путников укрыться в его тени. Классно, круто, пожалуйста. Сюда можно отнести не только рассказы на ночь и сказки, например, детям, а рассказать просто что-то на досуге, либо, как, например, помедитировать. Кстати, сможет ли он рассказать медитацию? Давайте попробуем. Этого я еще не тестировала. Но для этого поменяем на какой-нибудь женский голос. Марпл. Голос Марплом попробуем сделать медитацию. Этого я еще не пробовала, но у вас возникла идея. Я хочу помедитировать, какую-нибудь спокойную медитацию. Можешь, пожалуйста, мне спокойным, тихим, женским голосом помочь мне помедитировать? Конечно, я могу помочь тебе с этим. Давай начнем. Сядь удобно, закрой глаза, сделай глубокий вдох через нос и медленный выдох через рот. Почувствуй, как твое тело расслабляется с каждым выдохом. Продолжай вдыхать спокойствие и выдыхать напряжение. В общем, по-моему, предложения по медитациям должны скоро умереть. И если появится АПИ, а оно появится в любом случае, с Advanced Voice, то можно будет подключать его и создавать свои предложения по медитациям. Только в этом случае здесь AI будет анализировать тебя и говорить медитации, которые тебе могут помочь, когда ты расскажешь про себя, про свои жизненные ситуации, про то, что ты проживаешь. Классно, круто. Мне кажется, что это... Давайте 6 из 10, потому что мне пришлось отвлечься и сказать ему продолжай. Но как только эта функция изменится, 10 из 10 можно использовать. Соответственно, сюда же, конечно же, можно отнести обучение новому, когда ты в дороге. Например, поменяем голос. Поменяем на голос Вале. Я хочу узнать про разные языки программирования. Расскажи, пожалуйста, мне подробно про них. Если мне что-то будет непонятно, я тебя буду перебивать и спрашивать. Но пока просто рассказывай. Программирование это обширная область и существует множество языков программирования, каждый со своими особенностями и предназначением. Например, Python это высокоуровневый язык, известный своей простотой и широким спектром применения. Чем отличается Java от Python? Java и Python отличаются синтаксисом. Python проще и более лаконичен, что делает его популярным для начинающих. Java же требует более строгого соблюдения правил синтаксиса. В то время как... Понятно, спасибо. Классно, круто. Вы в дороге куда-то едете, просто идете, пожалуйста, заходите в чат, любую тему, либо перед встречей вам нужно быть более осведомленным. Пожалуйста, пишите, что вас интересует, подготавливайтесь, в онлайн-режиме спрашивайте вопросы, приходите на встречу и блистайте своими знаниями. Следующее применение это перевод в реальном времени. До этого, когда были задержки, чат с этим не справлялся. Сейчас, когда это стало вот так вот в онлайн-режиме без задержек, это, соответственно, может сработать. И сейчас я смоделирую ситуацию, что якобы я на китайском рынке, и я хочу, чтобы он мне помогал с переводом. Поменяю голос для этого, чтобы вы послушали на Эмбер. Я сейчас нахожусь на китайском рынке. Я хочу, чтобы ты помогал мне с переводом. Твоя задача это переводить с китайского на русский и с русского на китайский. Когда ты слышишь китайский вопрос, ты переводишь его мне на русский. Когда я говорю тебе на русском, твоя задача перевести это на китайский язык, без всяких сбоев. Понятна задача? Я готова переводить с китайского на русский и с русского на китайский. Можем начинать. Я знаю, что это на русский язык. Я знаю, что это на русский язык. Она спросила, сколько стоит это блюдо? Оно стоит 10 юаней. Как пенее дарма? Можно немного дешевле? Нельзя. Хао да? Хашу бу куи. А что насчет вот этого овоща? Можно его готовить на сковородке? Супер, классно. Переводчик наконец-то работает. Ранее эта функция работала очень-очень плохо. Были очень большие задержки. Сейчас же переводят классно. Единственное, что оно последнюю фразу немножечко там не так перевело. Точнее, оно перевело ее правильно. Просто там несколько слов не совсем хорошо поняла. Но, может быть, потому что я что-то неверно сказала на китайском языке. Хотя у меня китайский идеальный. Окей. Вот, пожалуйста, теперь берете чат, идете на рынок, идете в магазин, да куда угодно, где вам нужно переводить. И вот так вот в онлайн-режиме общаетесь на нужном вам языке. Еще одно применение, практическое, почему бы нет, игры. Да, вы, возможно, конечно, не выиграете чат никогда, но как для развлечения или дополнительный партнер, так скажем, в игру, почему бы нет. Давай попробуем. Поменяем сейчас голос на Юпитера. Давай поиграем в города. Давай, начинай. Нью-Йорк. Казань. Нью-Джерси. Яшкар-Ала. Ты меня победила. Ты тоже отлично играла. Хочешь сыграть еще раз? А давай поиграем в другую игру. Мне нужно, чтобы ты сейчас услышала всех участников. Мы будем играть в мафию с ними. И они будут оправдываться. То есть, оправдываться, мафия они или нет. И твоя задача это понять по их голосу, кто из них врет. Ты будешь слушать всех людей до тех пор, пока я тебя не спрошу, как ты думаешь, кто мафия. Задача понятна? Хорошо. Давай попробуем. Я буду внимательно слушать. Всем привет, друзья. Меня зовут Юля. Я не мафия. Конечно же, я вообще мирный житель. На этом все. Всем привет, друзья. Меня зовут Петя. И, блин, конечно же, ребята, я вообще не мафия. Я... На этом этапе трудно сделать определенные выводы. Петя немного замялся в начале, что может вызвать подозрения. Но мы тебя еще не спрашивали. Подожди. Извините за преждевременный ответ. То есть, в мафию еще немножечко не классно, хотя мы видим, что он начала уже анализировать чью-то речь. Это прикольно. Если, в принципе, его просить вот так вот во время игры не говорить пока, пока мы тебе не скажем, то почему бы нет? Войнот. Но, в принципе, концепцию вы поняли, с ним вот так вот можно играть в разные игры. Следующее практическое применение личный коуч. Так как чат теперь помнит о тебе всю информацию и с каждым разом он узнает тебя все больше и больше, его можно использовать как своего такого личного коуча, личного ментора. То есть, ты ему говоришь свою цель, к которой ты хочешь прийти. И каждое утро ты заходишь в чат и начинаешь с ним болтать о твоей цели. Какие твои сегодняшние действия, что ты собираешься сделать. И если у тебя будут какие-то, например, вопросы касательно правильное ли это действие, правильное ли это решение, он тоже может помогать тебе советами, анализировать твои действия или, например, даже помогать в планировании действий. Например, сейчас смоделируем какую-то ситуацию. Будем использовать для этого другой голос, чтобы вы послушали. Будем использовать нашего Арбора. Арбор, ты помнишь, кто я такая и к чему вообще я стремлюсь. А я тебе хочу, чтобы ты с этого момента стал моим лайф-коучем. Ты анализировал разные мои действия, ты знаешь мою цель прекрасно, я хочу дойти до миллиона подписчиков. И вот твоя цель это с каждым днем мне помогать к ней прийти. Я буду тебе говорить свои планы на день, я буду говорить тебе действия, а ты мне будешь помогать их правильно организовывать. Если ты увидишь, что какое-то действие я делаю неправильно, ты меня, пожалуйста, корректируй, помогай мне разными советами, в общем, стань моим таким лайф-коучем. Хорошо? Давай, с чего начнем? Какие у тебя планы на сегодня? Сегодня я планировала пойти покушать с друзьями, я сегодня планировала пойти шопиться. Да, мне нужно записывать видео, но я пока не знаю, что делать, в общем, я пока буду развлекаться. Скажи, подкорректировал ли бы ты мой план? Я считаю, что это очень круто для введения своего личного дневника. Я считаю, что 9 из 10, что он помнит о тебе, он помнит о моих целях. Я сейчас не говорила ему свои цели, но он знает, как мне лучше распределить свои дни, чтобы к ней прийти. Также это могут быть какие-то советы. Например, я, например, у меня будет интервью с CEO проекта Preplexity, и я не знаю, какие лучшие вопросы ему задать, чтобы это интервью оказалось интересным для моих зрителей. Как ты думаешь, какие лучшие вопросы подготовить? Вот несколько вопросов, которые могут заинтересовать твоих зрителей. Первое. История создания. Как возникла идея создания Preplexity и как она трансформировалась с течением времени? Устройство проекта. Что делает Preplexity уникальным среди других проектов в той же сфере? Я сталкиваюсь со сложностью. Я не знаю, как ему правильно донести, почему именно со мной ему нужно сделать интервью. Расскажи, как мне лучше ответить на это сообщение? Чтобы убедить каждое утро, он будет знать твои цели, он будет знать, куда ты идешь, он будет знать, к чему ты стремишься и вот так вот тебе помогать. Как по мне, дай ему чуть-чуть развиваться и это действительно станет твоим коучем, особенно если его внедрят в какое-то физическое устройство. А пока 9 из 10 уже можно начинать. В общем, как вы сами увидели, это просто обалденнейшая новая функция, которая изменит наше общение и взаимодействие с чатом навсегда. В будущем, когда лимитов не будет, когда он еще будет больше нас запоминать, когда можно будет даже фотографировать, я не знаю, мы просто идем в эру, когда действительно фильм Her становится нашей реальностью. Напишите в комментариях, что вы пробовали делать или какие у вас еще идеи это испробовать. Я это испробую сама и вам сниму, покажу в Телеграме, например. Это было все на сегодня. Все, спасибо всем. Благодарочка, лайк. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok